Хелло, раз с вами, как с Тавинтер, и думаю, что у вас часто случалось такое, что вам просто не во что поиграть в Роблоксе, и вы пытаетесь найти интересную игру, в которую можно поиграть. Так вот, лично у меня было такое очень часто. Именно для таких случаев, ребят, я нашёл интересные, не популярные игры. То есть, сегодня я не буду рассказывать про игры, которые все знают, и которые давно всем надоели, по типу Adopt Me, Jailbreak, или же Might City, поскольку в них вам точно не захочется играть, а вам хочется чего-то нового. Поэтому сегодня я нашёл именно для вас 5 интересных, но тем не менее, не популярных, которые вы вряд ли знаете, игр, которые очень интересно будет вам поиграть, особенно если вам скучно, и особенно с другом. Итак, ребят, если вам интересна данная тема, то прямо сейчас подписывайтесь на мой канал и ставьте лайкос под данный ролик, ну а также пишите в комментарии игры, которые вы знаете, интересные, и которые я не вставлял в этот топ. Что ж, давайте начинать уже наш топ. Ну а первая очень интересная игра, это Horrific Housing. Думаю, что многие из вас в неё играли, но думаю, что также очень многие в неё не играли. Эта игра действительно очень интересная, здесь есть различные режимы. Итак, в чём же суть этой игры? Суть этой игры в том, что вы должны появляться на домиках, и тут будут происходить всякие странности. Допустим, вам будет выдаваться джетпак, или же вы становитесь Таносом. Действительно очень прикольная и странная игра, в которой можно очень прикольно пофаниться и интересно провести время. Также вы можете кастомизировать свой дом, покупать питомца и очень много всего другого. В общем-то, игра действительно интересная, здесь есть различные моды и также очень много всего другого. Если вы всё ещё в неё не играли, обязательно сыграйте, а лучше всего с друзьями. Но мы переходим к следующей игре. Ну а следующая нереально интересная игра, это Super Bomb Survival. Это мини-игры с бомбами. Здесь вы должны покупать различные перки, скиллы. Допустим, как у меня это полёт, ребята. То есть, если я нажимаю на F, то я летаю и могу уворачиваться от бомб. Собственно, что нужно делать в этой игре? Здесь вы спавнитесь на карте и сверху с неба летят бомбы. И ваша задача не попасться на эту бомбу и выжить в течение трёх минут. Игра очень интересная, залипательная, занимательная. Говорите как хотите, но реально действительно очень прикольная игра. Жалко, что её забросили и в ней больше не выпускают обновления. Но я очень надеюсь, что создатель к ней вернётся и будет её регулярно обновлять. Поскольку игра действительно очень интересная, ребята. Это, честно скажу вам, одна из моих любимых вообще игр в Роблоксе. Несмотря на то, что она не обновляется, серьёзно. В общем-то, всем, ребят, советую поиграть. Но мы переходим уже к следующей игре. Ну а следующий достаточно интересный режим это ТНТ Ран. Здесь вам нужно бегать и не попадаться на ТНТ. То есть, смотрите. Помните, мы, получается, на карте и здесь находятся блоки. Каждый раз, когда мы ходим по этим блокам, то, получается, они падают. И наша задача не упасть вниз. То есть, здесь есть три уровня, как я понял. И наша задача не спускаться на самый нижний уровень. Иначе мы просто умрём, ребят. Так, здесь есть различные костюмы и много чего другого. Жалко, что режим не обновлялся уже, правда, 8 месяцев. Но, тем не менее, он действительно очень интересный. Ребят, мне кажется, что большинство этих режимов, этих, которые я сегодня показал, стали такими непопулярными только из-за того, что они перестали обновляться. А до этого они были достаточно популярными. Собственно, этот режим тоже довольно-таки интересный. Но, тем не менее, он мало обновляется. Всё равно, ребят, я всем советую в него поиграть, потому что он действительно очень интересный. Ну что же, ребят, давайте переходить уже к следующей игре. Ну, а следующая игра это Lucky Block Battlegrounds. Достаточно интересная игра, где вам нужно собирать лаки-блоки различные и после этого идти и сражаться с помощью данных лаки-блоков. Здесь также есть и лаки-блоки за донат, которые я купил, и также есть лаки-блоки, которые даются за наигранное время. То есть, допустим, вы поиграли час, и вам дались лаки-блоки, которые стоят 240 робоксов, что довольно-таки прикольно, поскольку вы можете получить бесплатно лаки-блоки за донат и сравняться с донатерами, что я считаю довольно интересной идеей. В общем-то, сам режимчик очень прикольный, поскольку здесь вы собираете лаки-блоки, получаете рандомное оружие и потом идёте и батлитесь с другими чуваками. Ребят, если вы всё ещё не играли в этот режим, то он будет очень интересный для вас. Я, как человек уже, который в него играл очень много, он уже для меня не такой интересный, но тем не менее, я всё равно люблю в него поиграть. В общем-то, игра очень интересная, поэтому, ребят, мы переходим к следующей игре. Ну и последняя на сегодня игра, это Survive the Disasters 2. Здесь, ребята, у вас есть постоянная карта, на которой вы всегда будете живы. У вас есть изначально вот такой вот гравити-койл, и, собственно, здесь происходят всякие различные дизастеры. Собственно, как и в Natural Disaster Survival, но только, как по мне, эта игра намного круче, чем в Natural Disaster Survival. Как минимум, потому что здесь намного больше разнообразия различных дизастеров. Также здесь есть шоп, в котором вы можете покупать различные койлы, оружие, и не только. В общем, игра действительно очень годно и интересная. Поиграйте обязательно, если вы любите игры такого жанра, по типу как Natural Disaster Survival. Ну ладно. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вам понравился данный ролик, и я надеюсь, что вы поиграете хотя бы в какую-то игру из этого топа, и вам она понравится. Ну а с вами был Гакс Девинтер, подпишитесь на мой канал, если вы всё ещё этого не сделали. Поставьте лайкос, ну и не забывайте писать комментарий. Ну а с вами был Гакс Девинтер, и всем пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok